Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики! Сегодня мы расскажем вам о военной обязанности и службе в странах Евросоюза. Исторически сложилось, что обязанность защищать свою родину существовала везде и всегда. Но с течением времени эта ситуация немного изменилась. На данный момент все страны мира можно условно поделить на три основные группы. Первая – это страны, в которых нет призыва в армию, по причине отсутствия собственной армии или страны, в которой исключительно контрактная армия и никогда не было опыта проведения призыва. Второе – есть страны, в которых нет призыва в мирное время, но их законодательство предполагает возможность службы в армии при наступлении чрезвычайного положения. И третье – страны, в которых призыв обязателен. Во многих развитых странах обязательная служба в армии уже отменена. К их числу относится практически вся Европа. Исключение составляет несколько стран из северной ее части. Важно также понимать, что если в стране нет обязательной срочной службы в армии, это не значит, что нельзя пойти на службу. Государство готово платить зарубежным военным неплохую зарплату и гарантирует социальную защиту. Служба по контракту за границей, как способ улучшить свое материальное положение и эмигрировать в благополучную страну, часто рассматривается гражданами, не имеющих перспектив в военном деле на родине. В обществе до сих пор существует стереотип женских и мужских занятий. К ним относятся и службы в армии. Считается, что для женщины это тяжело, опасно и вовсе неинтересно. Но во многих странах женщины, служащие в армии, уже никого не удивляет. Они хорошо ориентируются на местности и обладают отличными лидерскими качествами. Сегодня мы расскажем, как стать контрактником в иностранной армии и чего ждать от этой службы. Как показывает статистика, при выборе страны предпочтение отдается Франции, французский и иностранный легион, Великобритании, Германии и Италии. Для начала основные сложности, с которыми может столкнуться будущий солдат. Это языковой барьер, непривычные климатические условия и особенности задач, которые устанавливают перед иностранцами, желающими служить по договору. Для того, чтобы заключить контракт на военную службу в европейской стране, необходимо пройти медкомиссию и психологическое тестирование, проверку на физподготовку и выносливость, сдать экзамен на знание официального языка государства, где будет проходить служба. Но во французском и иностранном легионе нет требований по знанию французского языка. Если будет подписан контракт, то занятия по иностранному языку будут входить в обязательную программу обучения. Кандидаты, успешно прошедший отбор зачисляется на подготовительные курсы. После их прохождения новобранец может претендовать на заключение контракта сроком на 5 лет. Во время подготовительного этапа солдат ознакомится с условиями несения службы и обучения. Этот срок составляет, как правило, от 2 до 4 месяцев. В иностранных полках армейец должен проявлять физическую выносливость, организаторские и умственные способности. Активная и добросовестная служба по контракту за границей также предполагает присвоение очередных воинских званий и продвижение по службе. Социальные и бытовые условия, питание и вещевое обеспечение одинаковое во всех странах Европы. Содержание армии требует серьезных средств. И каждое государство подходит к вопросу с точки зрения разумной экономии, предоставляя военнослужащим только самое необходимое. В армии стран Европы нет дедовщины и дискриминации. Все служащие понимают, что это работа, и чем добросовестнее они будут служить, тем больше шансов продвинуться по карьерной лестнице. Если при поступлении на службы вы уже владеете какой-либо прикладной профессией, то высока вероятность, что в армии также будете этим заниматься. Что касается электротехников, механиков, сварщиков, поваров, операторов ЭВМ, младшего медицинского персонала. Заканчивается подготовительный этап подписанием контракта. До этого момента новобранец может отказаться от дальнейшей службы. Минимальная зарплата военнослужащего контрактника в странах Европы составляет около 15 тысяч евро в год. Любая следующая ступень по военной карьерной лестнице предполагает прибавку 200-500 евро к ежемесячной зарплате. За командировку с продолжительностью 6 месяцев армеец младшего неофицерского чина может заработать около 15 тысяч евро. Для солдат существует возможность получения гражданства. Минимальный срок службы в иностранном государстве – 3 года. В некоторых странах это 5 лет. По истечении этого срока военнослужащий имеет право обратиться с заявлением о получении гражданства. Только в том случае, если за время службы иностранец примерно выполнял свои обязанности, был надежным и добросовестным бойцом, не имел выговоров, взысканий и других видов наказания. Служба в армии зарубежных стран выглядит заманчиво и может дать надежду на хороший заработок. Однако перед тем, как согласиться на заключение контракта, новобранец должен быть готов к довольно серьезным жизненным испытаниям. Если было интересно и познавательно, то поставить лайк желательно, а также нажать кнопочку подписаться на канал, чтобы быть в курсе новых видео. Круассан – много вкусного контента.